В эти дни в Ереване проходит важная встреча. Министры и члены коллегии экономической комиссии ЕАЭС прибыли в Ереван выслушать армянских коллег и найти решение проблем, препятствующих сближению торгово-экономических отношений. Налоговые, таможенные и экономические структуры стран Евразийского Союза очень сильно отличаются, а потому следует выработать общие правила игры. По приглашению министерства по делам международной экономической интеграции и реформ в армянскую столицу съехались министры, члены коллегии экономической комиссии ЕАЭС, чтобы из первых рук представить основные положения нового таможенного кодекса, а также выслушать армянских предпринимателей, получше узнать о препятствиях на пути развития торговых отношений, обусловленных новыми экономическими реалиями. Самое главное из них для армянских бизнесменов – новая усложненная процедура возврата НДС. До вступления в Евразийский экономический союз для обеспечения возврата налога на добавленную стоимость бизнесмену было достаточно того, что товар пересек таможенную границу Армении. Сегодня же агент-партнер должен подтвердить, что товар поступил на рынок другой страны. Это да, потребует определенного времени, то есть контрагенты должны привыкнуть друг к другу, налоговые органы должны привыкнуть друг к другу, потому что помимо взаимодействия хозяйствующих субъектов должно происходить взаимодействие налоговых органов. Оно происходит, оно происходит неплохо, но проблемы все равно остаются, потому что это такой начальный период. Если подтверждение запоздает или не последует вовсе, предпринимателя могут оштрафовать. Ему приходится включать НДС в цену товара. В процессе ценообразования это на 18-20% снижает конкурентоспособность армянской продукции. Во всяком случае, это первый вопрос, который местные бизнесмены и работающая СС-команда поставили перед Евразийской комиссией. Учитывая то обстоятельство, что у Армении нет общей границы со странами Евразийского Союза, мы предлагаем и обсуждаем возможные решения, желая упростить действующую систему и вернуться к прежним механизмам. Однако сегодня самое главное принятие нового таможенного кодекса Евразийского Союза. Он должен быть ратифицирован парламентами стран ЕС и принят в виде международного договора. Основные цели, которые мы ставили при разработке кодекса, это максимально убрать непроизводственные затраты, то есть максимально снизить затраты и бизнеса. Ожидается, что в конце мая премьер-министр стран ЕС подпишут соглашение о свободной торговле с Вьетнамом, считающимся новым, перспективным в плане экспорта рынком. Ведутся переговоры и с другими странами, в частности с Ираном о расширении торговых отношений. С точки зрения проблем, безусловно, бизнес ставил проблемы. Ко мне, в частности, была проблема по логистике, по транспортной коммуникации Армении в контексте внешней торговли. Мы понимаем проблемы, связанные с железнодорожным сообщением и с паромным сообщением. И надеемся, что в том числе в части соглашения с Ираном мы будем содействовать решению этой проблемы коммуникации Армении по, по крайней мере, нескольким направлениям. Несмотря на разговоры, заявок на вступление в ЕС ни от Турции, ни от других стран не поступало. А министр-член коллегии экономической комиссии Аарон Ранян не считает лишним напомнить, что ЕС – организация широких возможностей, а значит, существующие проблемы временны. Амир Хан Мохамбетов, Армине Удумян, Армен Андреасян, Карен Григорян, 7News, Армения.